Всем привет! Обзор планшета Lenovo Tab M10 Plus. Это третье поколение этого планшета. Т10 Plus, 3rd generation, Wi-Fi Storm Grey 4.64 версия. То есть только с Wi-Fi без слота для сим-карточки для LTE интернета. Версия 4.64 есть еще версии с большим объемом встроенной памяти. И цвет Storm Grey. Так, хорошо. Давайте посмотрим на комплектацию, планшету. Открываем коробку. Планшет. И отдельным, такой книжкой, остальная комплектация в коробке. Это у нас просто его чехол, чехол-книжечка в комплекте идет. Так, а остальная комплектация тут дальше. Это только чехол-книжечка, так отдельно идет в коробке. Комплектация остальная под планшетом. Сейчас посмотрим комплектацию и чехол-книжечка тоже посмотрим. Комплектации. Адаптер питания, кабель Type-C. Адаптер питания у нас должен быть с какой-то быстрой зарядкой для планшета. Кстати, нет, ну такой, не самый простой. Простой это обычно на 5 Вт, тут на 10. А, вот, да, 10. На 10 Вт. То есть такой. И не с быстрой, но и не обычная зарядка. Ну тут документация. Это подсек пустой. Окей. Сейчас в сторону. И дополнительно еще ко всему этому. Но я не знаю, будет ли это со всеми планшетами идти. Чехол-книжечка. Открываем, смотрим. Такой вот чехол-книжечка. И с местом для стилуса. Но стилуса в комплекте нет. Если хотите, можете докупить. И в этом чехле, да, будет место для этого стилуса. Хорошо. Вот сам планшет сделан из металла и пластика. Вот, выглядит здорово. Вот Lenovo классно сделано. Вот, сзади планшет очень стильно выглядит. Тут у нас слот. Ну, получается, в этой версии планшета только для microSD. И кнопки регулировки громкости сверху. Блок камеры. Спереди фронталка. И диагональ дисплея 10,6 дюйма. Справа Type-C порт, прорезы динамики и джек для наушников. Слева кнопка включения и другие динамики. Так, разблокируем планшет. Перейдем в настройки. Экран у нас Full HD. Full HD+, 2000 на 1200 точек. IPS. О планшете. По планшете. Android 12. Окей. И открываем синтетические тесты. Вот, это тест процессора. Процессор у нас Helio J80. Процессор этот. 6,2, 182 ГГц. Тактовая частота. По видеоускорителю у нас Mali-J52. Смотрим результат Antutu Benchmark. 186 тысяч. То есть, по смартфонному это такой вот средний результат. То есть, смартфон за эти деньги, например, бы набирал, ну, в среднем значительно больше. То есть, в среднем до, там, 250 тысяч. Мы набираем 186, но это все-таки планшет. Тут, как бы, да, экран намного дороже стоит. Батарейка значительно больше. Вот. И корпус, да, тоже, как бы, дороже будет. Как бы, тут другие, да, его преимущества. Закрываем. Давайте запустим GTA San Andreas, посмотрим, как работает. Случайно закрыл. Качественные динамики. Так, делаем максимальную яркость. Запускаем игру. 7700 мАч батарейка. У браузера 14 часов. Видео можно просматривать 12 часов. Ну, игры, наверное, часов, если вот играть, наверное, часов 8. Ну, такой вот GTA San Andreas. На одном заряде, я думаю, часов 8 он продержится. Отлично работает GTA San Andreas. Супер. В общем, неплохой планшет. Очень классный внешний вид. По производительности он, в принципе, хотелось бы лучше. Экран хороший. Внешний вид хороший. Камера обычная для планшета, 8 Мп. То есть, просто стандарт. Для галочки, да, она есть. То есть, такая нормальная. Ну, и все. То есть, для планшетов это, в принципе, не принципиально. То есть, основной это экран и производительность. Производительность, ну, на троечку с минусом. Экран на четверочку. Автономность стандартная, хорошая для планшета. На 4 с плюсом. Внешний вид, ну, можно, думаю, оценить на пятерочку. Думаю, вряд ли посоревнуются, да, по внешнему. Внешний виду с другими планшетами в этой ценовой категории легко. Хорошо. Закрываем. Вот. Ну, и динамики хорошие. Тоже тут плюсик. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Калмакс и Мобайл. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите на видео. Пока.